Привет из прошлого! Сегодня 28 августа 2021 года и у меня появилась новая традиция, а именно навещать снаряд с Великой Отечественной войны каждый год. И вот сейчас я отправляюсь в лес, на его, так сказать, место, где он лежит. Мы его нашли там с товарищем пару лет назад. Специально спрятали, чтобы никто его не нашел. Сейчас я туда иду проведать на месте ли он, ибо, не дай бог, ибо что-то случится. В общем, пойдемте со мной. Приглашаю вас в лес. Смотрите, вот это место, где я иду, здесь раньше была старая такая дорога на станцию. По этой тропинке можно было бы спокойно пройти. Там дальше впереди был мост. Я туда как раз дойду. И можно было бы перейти спокойно на овраг и оказаться на станции И. А вот здесь вот у нас очередная мусорная свалка. Ладно, иду к месту. Кстати, годы два назад я промышлял металлокопом. И с металлоискателем исходил здесь все леса, которые только можно. близлежащие. И вот в этих местах шли ожесточенные бои, потому что здесь идет железнодорожная полоса. И здесь, так сказать, высота. Да, там чуть ниже железнодорожка идет. И вот здесь вот высокая часть. Здесь шли бои, потому что... Почему я так решил? Потому что вот в этих частях очень много гильз я находил. Не только гильз, кстати, но и патронов. То есть здесь лежали бойцы и стреляли в сторону железнодорожной полосы. На каждом шагу здесь можно было найти что-то довольно интересное. Такие дела. Вот это место вообще похоже на окоп. Здесь прям такая высота идет. Вот. Не знаю, насколько видно, да? И вот так вот уходит вниз. Я здесь пробовал копать, но ничего не нашел. Но во всяком случае здесь шли поисковые отряды, которые находили и тела, и все остальное. Поэтому, скорее всего, здесь лес весь вычищен от каких-то крупных находок. И остается только довольствоваться мелочью типа снарядов и патронов с гильзами. Кстати, как вы думаете, какая самая необычная находка мне попалась в этом лесу? Мы с товарищем нашли шестиметровую лестницу. Она была закопана где-то на глубине полметра и замотана скотчем Почты России. Каким образом это стало возможным, для меня это до сих пор загадка. Потому что железнодорожная полоса там проходит, остановок у нее здесь нет никаких. Кто принес шестиметровую лестницу в лес, замотал ее полиэтиленом и обмотал скотчем Почты России, и закопал на полуметровую глубину, я не знаю. Это очень странная находка была. Вы представляете, раньше вот здесь вот проходил ручей. Даже, я думаю, больше, чем ручей, потому что берег подмыт довольно сильно. А теперь все это высохло и представляет собой не более чем небольшой овражек. А мне куда-то вот туда. Кстати, в этом лесу я впервые в прошлом году во время пандемии увидел лису. И эта лиса бегала в соседние СНТ воровать кур и убивала их прямо вот здесь вот. Вот вам доказательства. Это перья курицы, которые принесла сюда лиса. Вот такие дела. Что ж, я на месте. Вот так вот мы шли. С приятелем шли-шли-шли. И вдруг у него зазвонил его металлоискатель. И вот эта яма, в которой вертикально стоял снаряд. Кстати, он был без взрывной головки. То есть его уже обезвредили. Мы его достали и спрятали здесь вот. Здесь уже, кстати, совершенно вот с позапрошлого или прошлого года все поменялось конкретно. Вот так это выглядит. Я его всегда присыпаю аккуратно. Вот у него нет взрывной головки. Вот такого вот он размера. Входит вот туда. Вот отсюда до сюда. Вот такой вот снарядик. Лежит. Он безопасен. Ничего с ним нельзя плохого сделать. То есть он не представляет ни для кого опасности. Я думаю, что с трудом его можно вообще кому-то найти. Если не знать об этом месте. И пусть он дальше так и лежит. Гниет. И никому никакого вреда больше не принесет. Он на месте. Я проверил. Все хорошо. Ну, кстати, ради интереса. Может кто-то подскажет. Вот я его достал. Здесь у него вот эта нарезка. То есть он взведенный. И вот он вот такого размера. Ну, смотрите. Вот такого размера. Может кто-то из знатоков знает, что это был за снаряд. Будет интересно узнать ответ на таков. Ладно. Я его кладу на место и прячу. Вот, кстати, забавно наблюдать за тем, как с каждым годом. Вот я его наблюдаю в близости с деревом, под которое я его положил. Если раньше это дерево было, в принципе, в нормальном таком состоянии, то сейчас оно конкретно так развалилось. Это трухля конкретная. Вот. Ну и в какой-то момент, наверное, непонятно во что превратится весь снаряд оголиться. Поэтому его периодически проверяю на случай, если вдруг он будет слишком сильно заметен. Пока все хорошо. Он закрыт. И о нем никто не знает. Так что я отправляюсь в освоясь. Вот вы можете себе представить, что после ожесточенных боев, а поверьте мне, здесь шли самые кровопролитные бои. Наступила победа СССР. И вот лес, в котором полегло огромное количество бойцов, теперь представляет собой помойку. Ну, откровенную помойку. На каждом шагу здесь можно найти мусор. Не грибы, а мусор. Реально. Спрашивается, за что воевали эти ребята. За что они здесь гибли. За то, чтобы вместо леса теперь образовалась помойка. Дурдом какой-то. И вот, казалось бы, я начал с того, что отправился в лес для того, чтобы посмотреть на месте ли снаряд. Никто его не украл и не использовал ни по назначению. А заканчиваю в очередной раз тем, что лес наш просто превратился в мусорную свалку. Люди, опомнитесь, для чего вы это делаете, почему вы это скидываете в лес. Неужели вы считаете, что лес терпит это? Это не может продолжаться бесконечно. Пожалуйста, берегите лес и природу. На этом все. Вам спасибо, что смотрели. Надеюсь, вы не мусорите в лесу. Иначе я приду к вам. Всем пока.